Как человеку соблюдать пост, чтобы его пост был принят Аллахом? Клянусь Аллахом, это одно из самых важных дел. Я скажу, что вопрос поста — это очень важный вопрос. Мусульманин, который постится и воздерживается с рассвета до захода солнца, стремясь этим добиться довольства Аллаха, Всемогущего и Великий, ему следует задуматься. Во-первых, должна быть искренность ради Аллаха, Всемогущего и Великий, и осуществление единобожия. Он должен сторониться того, что приводит к ширку. Человек должен сторониться этого. Во-вторых, он должен знать, что обязан совершать молитву, так как молитва — самый великий столб ислама после двух свидетельств. Потому что некоторые люди, к великому сожалению, ты увидишь, что он постится, но в то же время не молится. Это большая ошибка. Это большой недостаток. Намаз является большей обязанностью, чем пост. И оба являются столбами ислама. Однако намаз является большей обязанностью, чем пост. Поэтому мы советуем нашим братьям во всем мире и говорим им, если вы хотите, чтобы ваш пост был принят, вы должны проявлять искренность ради Аллаха, будучи единобожниками, проявлять искренность ради Аллаха в посте. Затем, после этого, вы должны соблюдать обязательный намаз, пять намазов. Затем стараться оберегать великое достоинство этого благословенного месяца. Мусульманин должен представлять себе это. В этом месяце есть три радостные вести, о которых всегда следует помнить каждому мусульманину и мусульманке. Все эти благостные вести приводятся в достоверных хадисах пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Первая радостная весть, пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, кто соблюдает пост в Рамадане с верой и надеждой на награду, тому будут прощены его прежние грехи. Вторая благая весть, пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, кто простаивал в молитвах в месяц Рамадан с верой и надеждой на награду, то есть в дополнительных намазах Таравих, тому будут прощены его прежние грехи». Третья радостная весть. Пророк, мир ему и благословение Аллаха сказал, «Кто простаивал ночь предопределения в молитве с верой и надеждой на награду, то есть в последних десяти ночах месяца Рамадан, тому будут прощены его прежние грехи». А кто же из нас не хочет, чтобы ему были прощены его прежние грехи? Значит, это месяц благодати, месяц прощения, месяц милости, месяц проявления взаимной любви между мусульманами, месяц согласия, месяц щедрости и расходования средств, месяц предоставления еды для разговения постящегося, совершения благих дел и поддержания родственных связей, сближения мусульман и их единства, а также месяц их поклонения. Посмотри, как они ночью совершают вместе коллективную молитву. После этого мы затронем очень важный вопрос. А это то, что посящемуся человеку следует оберегать сущность своего поста. Как он сможет оберегать сущность своего поста? Как мы сказали, он будет проявлять в этом искренность перед Аллахом. Это первое. Второе. Стараться оберегать свой пост от непристойности, нечестия и думоподобного. Это относится к важным вопросам. Я бы хотел напомнить нашим постящимся братьям и сказать им, мы с самого рассвета и до захода солнца оставляем то, что дозволил нам Аллах. Например, холодную воду, которую мы оставляем. Мы оставляем то, что дозволил нам Аллах. Оставляем еду, жен в отношении женатых. То, что Аллах дозволил нам, повинуясь Ему с рассвета до захода солнца, не остерегаясь в этом никого, кроме Аллаха. Поэтому ученые говорят, что пост далек от показухи. Почему? Потому что человек может зайти туда, где есть вода, и напиться. И если мы оставляем то, что дозволил нам Аллах, повинуясь Ему, то поистине одной из самых важных причин, посредством которых мы сможем уберечь наш пост, является оставление нами того, что запретил Аллах, как в Рамадан, так и в другое время, повинуясь Ему. Поэтому одной из самых важных вещей, которым нам следует уделять внимание, является то, что мы должны оберегать наш пост от хулы, клеветы, совершения запретного, от потребления запретного, от запретного взора, от поедания запретного и тому подобное. И поэтому пришло от пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал в достоверном хадисе, «Тот, кто не оставляет лживой речи и действия сообразно им, то Аллах не нуждается в том, чтобы этот человек оставлял свою еду и питье». Имеется в виду, что ты поклоняешься Аллаху. Не думай, что оставление тобой и дозволенного – это просто повиновение Аллаху. Нет, в этом есть еще такое же повиновение, а именно оставление тобой и того, что запретил Аллах. Поэтому он сказал, то Аллах не нуждается в том, чтобы этот человек оставлял свою еду и питье. Некоторые ученые фикха даже сказали, что если он станет поносить кого-либо или совершит запретное, его пост станет недействительным. Его пост станет недействительным. Однако, по мнению большинства ученых, это не так. Да, он впадает в грех, его награда за пост уменьшается, однако его пост не становится недействительным. Поэтому мы должны осознавать, что оберегание поста заключается в оставлении нами того, что запретил Аллах. Я прошу Аллаха Всемогущего, Он и Великий, даровать нам сил держать пост в Рамадан и простаивать в нем намазы таким образом, который приведет нас к его довольству.